Сегодня хочу рассказать про зеленую лужайку газонного участка. Если вы хотите вот такой вот густой, красивый газов, то не удивляйтесь, что нужно делать, конечно же, пропалывать. Я как раз этим занимаюсь, удаляю одуванчик. Был весной, очень его много, и сейчас, в конце лета, тоже очень активно начал проявляться. Хорошо. Удаляю я, в принципе, ручным способом. Мне это очень нравится. Расскажу, почему. Использую корнеудалитель вот такой, и есть еще вот такой. Сейчас про них все расскажу. Есть, конечно же, способы химические. То есть можно использовать гербициды. Они бывают широкого спектра, системные, то есть различного направления. И это можно, конечно, использовать, и они имеют разную силу действия. То есть есть избирательного характера, который воздействует на тот сорняк, который вы хотите. Например, вот у меня одуванчик. Просто злостный одуванчик вредит моей красоте газону. Но есть, которые совсем любую траву могут удалить. Почему я не использую? Во-первых, потому что все любые химические препараты, эти гербициды, они остаются в нашей почве. Вот у меня, например, скважина. Я хочу, чтобы у меня была вода чистая. Это первое. Во-вторых, если неаккуратное использование этих гербицидов при опрыскивании, может попасть на декоративные растения. Для многих растения это очень губительное. Иногда так, что при опрыскивании газона от сорняков люди не замечают, как каким-то легким ветерком или случайно попал на растение, особенно на хвойной, и они начинают болеть, а многие даже растения погибают. И поэтому с этим нужно обязательно быть аккуратным. И следующий момент, который важен для меня, для домашних животных и для детей тоже использование таких химических препаратов вредно. То есть уже лишний раз по травке не побегаешь. Поэтому, конечно, выбор за вами. Если кто так же, как и я, за экологичность на своем участке, то, конечно, вам подойдет такой вот ручной способ удаления сорняка. В принципе, если вы это делаете, ну, я вот иду, вижу, что ничего выдернуло и ушла, то есть не запущенную вариант, то, в принципе, это несложно. Я, например, использую вот такой корнеудалитель, покупала его очень давно. И на самом деле, в принципе, сейчас различные варианты есть. То есть можно под себя подобрать. Недорого стоит. Это уже на ваше усмотрение и на ваше удобство. Вот как раз у меня здесь есть прям жирненький такой одуванчик. Значит, вставляем острием, немножечко подраскачаем. И вот так наклоняем, чтобы он подцепил корень. И вот такой у нас красавец одуванчик выскочил. Ну, в принципе, можно и другие сорняки, которые у вас на газоне, тоже таким способом удалять. Если кто не хочет наклоняться, использовать вот такой корнеудалитель маленький, то есть вот сейчас много современных гаджетов. Вот, например, такой. Почему я его крайне редко использую? Потому что, когда он удаляет сорняк, он удаляет и сорняк, и вокруг газонную траву. И оставляет огромные дырки за собой. То есть, в принципе, он может быть удобен, если нету газона, то им можно пользоваться и удалять какие-то сорняки. Если единичный вот одуванчик у вас на газоне и одну дырочку, сделайте ничего. Но если одуванчика много и такие будут большие дырки по газону, конечно, это будет не очень удобно. Поэтому, конечно, нужно смотреть на ваше усмотрение и приспосабливаться к каждому инструменту. Но обязательно удаляйте сорняк, потому что одуванчик достаточно злостный сорняк, который очень быстро разрастается, рассеивается семенами и вытесняет газонную траву. Также я хочу сказать, что для того, чтобы ваш газон был чистый и без сорняка, не забывайте его часто косить. Потому что многие косят очень редко газон. После даже двух недель или даже больше 10 дней покоса газон хуже восстанавливается. Поэтому идеально косить газон каждые 5-7 дней. И тогда те сорняки, которые у вас растут, они, в принципе, снижают свою активную деятельность и угнетаются. И тем самым у вас разрастаются очень хорошо семена газонной травы. Желаю вам красивого зеленого газона без сорняков и чтобы он вас радовал круглый год. Продолжение следует... Продолжение следует...